Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 26 стих. Ути, утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое научит вас всему и напомнит вам всем, что я говорил вам. Сегодня с людьми разговариваешь, выходят из храма. Троица, ну что, трава, ветки, больше дальше не идет. Сегодня можно все есть. Неделя солошная. Все касается дочерева, людям успели рассказать. Но 2000 лет прошло. Вокруг нас сегодня столько людей. Представьте, в 1517 году люди 97 пунктов показали, что делается неправильно церковь. И началась сфера протестантизма. Видя, что никак нельзя. Все за деньги, заранее. Пришел, купил. Не просто так, а реестр определенный. Согрешил, а она кто? Замужили? Нет? Столько, столько. А если она монашка, стоимость такая-то? Вот, а индульгенция. И поняли, что спасения нет. Это первая в 1639 году в Рожерсе первая баптистская община. Я к этому говорю. А в 169 году там Смит первый сам себе в воду залез, залез, руки положил и крестил. Первая община. Сегодня протестантов насчитывается в три с лишним раза больше, чем православных. И не просто так. Сто православных одного сектанта не могут убедить. А он один сотню убедит. Почему? Самая большая ошибка православной церкви была какая? Спрашивают. Не архиерея спрашивают. Что Библию перевели на русский язык. Вот самая большая ошибка. Люди пока не читали, они не знали как. А теперь их спрашивают православных. Это книга ваша? По благословению Святейшего Патриарха. Ну почему вы не соблюдаете? Ответьте нам. Мы на вас смотрим и видим, что вы ничего не знаете. Я с одним беседовал. Он много пострадал. Там, где добывает камень, взрывы и много отоборотов. Вот Николай обратился. Теперь все уже берет в церковь, свечи. Это уже свой человек. Он выходит, пытается, как прежде, разговаривал с баптистами. Говорит. Они ничего не знают. Маленько прошло время. Я смотрю, или Бог их никогда не избирал, или одних дураков набрал. У меня такое впечатление. И это сегодня. Я имею право говорить об этом. Я 62 года непрерывно работаю. Книги, сколько написал об этом. Как подойти к этому человеку? Говорят. Сегодня Троица. Согласен. Ну, покажите, где Библия. Библия от корки до корки. Нет этого слова. Ни разу, нигде никто не говорит Троица. Мы должны подойти с другой стороны. Господь поставил, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. Учителями. Вот на этом мы начинаем говорить. Вот, допустим, рядом урывка. С ними никто не работает из вас. А почему? А там старобрядцы. Они не какие-то, они приемлющие священство. Я из этой среды держаки. Священства не было. А как с ними беседовать? По их книгам, по-другому никак. И там написано. Киноварь и Красный Кабы. Иерей глаголит. Вот мы сидим, собрали старики. Иерей глаголит. Где Иерей? Нет. Ну, эта книга, вы же ее считаете сегодня. Иерей глаголит где? Старобрядцы Белокринецкой иерархии есть. Новозыбковская. Две большие ветви. Я не пойду. Мы дорогу догоняем, одна улица идет. И сегодня у вас собрание делаем, мы Евангелие даем. Не надо мне никакой Евангелия. Я опять догоняю машину, выскочу из машины. Я сказала, я держачка со своим Евангелием здесь. Все. Это на нас лежит, на нас. Сколько нас здесь вот потеряете? И сколько из вас было на улице или оточиться в старобрядческое селение? Господь нас спросит. Почему? Потому что если мы крещеные Богом, святой купели и правильным, то к этому надо добавить, должно быть крещение Духом Святым. Если крещения Духа Святого нет, умом человек движется, а дальше нет. А вот какому епископу подчиняетесь? А как епархия какая? То есть, о чем ни одного слова в Библии нет, день и ночь об этом крутят. А что Бог сказал, придет утешитель, параклеп по-гречески. Придет и утешит и оставит. Я сегодня попрошу не торопиться уходить. Тема огромная такая, я не мог ее меньше сделать. Батюшка была бы, она бы служба отошла все равно где-то. Мы откроем несколько мест Библии, почему это есть, и потом, как он по-другому праздник называется, и сказать точно, такого-то числа никак нельзя. Ну, Рождество, знал, когда все новые дворя по-нашему. Как здесь определить? В Библии не дает определенного указа, но зацепиться за что-то можно. Я еще утром один раз перелистал всю Библию, зарядил поисковик. И получается так, что слово седмина встречается 12 раз. Что такое седмина? Семь дней в неделю. А сколько? Отмерить семь седмин. Семь не семь. Сорок девять. Пятидесятый день пятидесятницы. Этот день называется Пятидесятницы. Особенно любят еретики. Пятидесятники. Мое обращение было там, когда я сошел на берег, и пригласили. Первый раз у них получил Библию. Мне до этого не было пятидесятников. Но они меня на этом подхватили. Потому что они получают говорение на иных языках. А я в это время на семи языках занимался. Я подумал, вот, поговорю. Оказывается, мгновенное дает Бог знание. А этого я не знаю. В первый раз со своими словами, тогда так, 27 сентября 1962 года, в 17.00, получил. И открыл мне Господь это все. Я делюсь с вами опытом жизни. Почему 2.18 Якова говорит, что покажи мне веру твою без дел моих. А я покажу тебе веру из дел моих. А какие дела? Самые высшие дела это, если Бог с тобою доходит до дела, тебя много будут гнать. А тебя никто не трогает, не гонит. Так, наверное, всех пророков бывших. Там, в прихожей, в селях, там написано подробно. Последнее, девятое блаженство. А меня никто не трогает, я мирный. Давид говорит, я мирный, но только заговорю, а не к войне. Если тебя никто не трогает, задумайтесь об этом. Этого не может быть. Мир вокруг весь бушует. Страшится, что дальше будет. А мы рядом стоим и не можем сказать. Постарайтесь закрывать там двери, камальоны летают. К СНИПы. Я вчера об этом говорил. Вот если мы хотим спасение получить, мы должны узнать, сегодняшний день, он очень важный. Сегмены эти, которые говорится, встречаются в Пятидесятнице только три раза. Только три раза всего во всей Библии. Эти места, когда считаешь и видишь, какое великое значение этому слову, этому празднику давала церковь Христова уже, не евреи. А как евреи мы целую главу прочтем. И вы удивитесь даже. Скажут, в Библии лежит я даже не считаю. Я уже знаю. Для меня новинка каждый день здесь. Вот несколько мест откроем. Первая к Коринфянам. Вторая глава 10 по 13 стихи. Это я все вступление делаю. Подготовить, чтобы мы радовались. Что означает трава это? Это я. Что означает ветвь? Это я. Вот что нам Господь покажет. Первая Коринфянам. Вторая глава 10 и 13 стих. А нам Бог открыл это Духом Своим. Ибо Дух все проницает и глубины Божии. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в Нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, что и возвещая мне человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Это Иисусе надо знать. Никто не знает, что в человеке до конца. Только Дух Божий. Какой? О Котором говорим. Он сошел. И как сошел? Коротко сказать так. Мир находился во враждебном состоянии с Богом. И Господь взял грехи мира. Не грех мой только, но в первую очередь как бы мой. Но всего мира. 1.29 Евангелие от Иоанна. Вот так есть Божий, который берет на себя грех мира. А раз грехи омыты кровью Христовой, первое послание Иоанна 1.7 прямо говорит об этом. Если ходим во свете, как он во свете, имеем общение друг с другом, и третья ступень. Кровь Иисуса Христа ощущает нас от всякого греха. Вот это надо запомнить. А то причащается, когда человек и думает прощение грехов. Этого нигде в Библии нет. Прощение на Голгопе. А это Господь уже нам дает здесь. Это кровь, все так, но прощение наступило, когда мы ступили на Голгопу, на кровавые следы Христа. Ну, Евангелие так говорит. А можно оспаривать? Нельзя. Потому что нет этого. Златоуст говорит, чего в Библии нет, о том не рассуждаем. Нет. Чтобы слово единосущное утвердить, шесть столетий ушло. И как собирались отовсюду епископы. Иногда 460. И никак к одному мнению не придут. А почему? Сектантам легко доказывать. Вот мы говорим, Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. У вас три Божия. Нет, один. Ну, как же сейчас сказали, Бог Отец, уберите теперь дальше. А Его, кто Отец, Сын или Дух Святой? Мы ни на один вопрос не можем ответить без учителей церкви. Тогда, когда авторитет учителям церкви доказывать проще. А если не доказал, руками только разведешь. Доказать мы этого не можем. В Библии нет этого. Но намек очень сильный есть. Вот когда работают где-то, ну, завтра выходные будут. Ну, шабаш. Я говорю, что означает шабаш? Окончили работу. Это еврейское слово. Оно означает шаббат. Шаббат – это суббота. Это означает покой. Два дня не рабочая. Вот шабаш. Потому что мы получились из греков. А у греков нет буквы «Ш» в алфавете. Ее не существует. Мы говорим «Иисус». Они говорят «А почему Иисус, когда Он не Ешуа?» Мы говорим «Иерусалим». «Почему Иерусалим, когда Ерушалай?» То есть, ну, кому верят, евреи или нам? Какой бы ни был переводчик, он должен придерживаться основания, откуда это все идет. Вот город, допустим, какой-то. Вот у нас, допустим, Иосиф. А то мы привыкли так. А у англичан – «Джазеп». Так и это не произносят. Они ленивые, говорят, они просто «Джо». Три буквы. «Джо». Они ничего почти не считают. Мы считаем Слово Божие. Синодальный перевод, я утверждаю это и докажу легко. Самые лучшие за всю мировую историю. А их переводов полностью речи в течение уже больше двух тысяч. Итак, считаем мы 1 Коринфян 6.19 еще. Что в человеке открывает дуло Божие? А психолог? Психолог не знает. Он психолог неверующий, он не может быть неверующим. Почему? Потому что у человека тело и душа. А душа – это психия. Как он может быть психиатром, когда душу не признает? Ну, тут нос на каждом шагу. Когда начинаешь говорить, тогда пятится. Да, так. Ну, вот Беслан захватили. Невидных детей 190 окажется было. Я там был в этом месте, заснимал. Я видел прекрасные такие женщины у них. Стоит она, глядит, видно, красота. И она застыла на тот момент, когда сын пошел в школу. Это надо видеть все. Она отправила его, а назад уже никого нету. Она работает там, все. И Господь показывает. Вчера только шутили там с нянями военных. Захватили и сразу всех военных расстреляли и в окна выбросили. К себе примени это. Да у нас какое счастье-то мы. Ну, бывает не сам. Гласте какое-то. Ну, за топор-то никто не хватается. А без Бога это очень легко идет дело. Ты победить можешь человека, но истина остается той же самой. Так, 1 Коринфя 6,19. Не знаете ли, что тела ваши, суть храм живущего у вас Святого Духа, Которого имеете вы от Бога и вы не свои? Все. Это храм. Как я должен его беречь? Бог сотворил так человека. Я вам говорил вчера, как на меня вывел одного человека. Он там сидел не один раз. Около шести побегов из тюрьмы беседовать. И он... Просто вся история. Я спросил только на суде сколько людей было. Ну, доказательство, раз убил кого-то. Я говорю, не хватает одного свидетеля. А кто? Кого убили? Вот главный свидетель. Он должен тогда. Зуб за зуб, око за око. Он должен быть. Главное теперь свидетельствовать, что между вами. А его нету. А тут деньги играют. И здесь также. Тело храм Божий. Бог нас сотворил. Посмотри на мужчину и женщину. Разница есть? Ну, только смотри, даже дома у тебя корова, и петух, и курица. Ну, разница же. Видно. Зачем городу убреешь? Я спрашиваю. Он не может. Да все-то. Дружба с миром есть. Вражда против Бога. Якобы 4.4. Только что ты дружишь с миром. Больше ничего не надо. По-хорошему со всеми. Уже ты враг Богу. Чтобы тебя не гнали. Кого не гнали апостолов? Их казнили. Один жил дольше всех евангелесиан. Апостолы. Пророки. И переводим, сейчас будем читать. Деревянной пилой пилили. Чтобы каждая мышца не один момент, а долго пилили. Иеремия. В грязный колодец забросили тониты там. Это всегда было так. Мне говорят, против меня в интернете примерно 260 роликов. В черный список я занял где-то 32 тысячи уже. То есть это самое нормальное состояние. Он не может сказать, что против. Я не могу сказать. Я жил нормально, а теперь знаю, что за что-то отвечать. Ты будешь отвечать. Потому что день за днем идет. Ты натыкаешься на наши материалы. Почему натыкаешься-то все время? А вот мы пришли сюда для того, чтобы Бог нам открыл сегодня эту истину. 1 Иоанна 2, 20. На 5-м вселенском соборе. Вселенский собор. Ни одной буквы не записали. Епископы под селеньями прятались. Зашел император. Руку на меч. Слово мое. Закон и комон. Все. Собор кончится. Ничего нельзя было написать. Но одно слово-то это. Скажи против. Знаете, правители какие бывают. Итак. 1 Иоанна 2, 20. Впрочем, вы имеете помазание от Святого и знаете все. Знаете 27 стих. Вы имеете помазание. Не то, что священник помазал. Это только символ. Помазание от Духа Святого. Мы как-то беседовали. Я просто передаю как-то. У меня определенный день. Минута, когда меня Господь нашел. Там священники собрались. И наш батюшка говорит, а у меня этого не было. Я с детства был спокойный. Не дурал. Сошел постепенно. Познавал то другое. Я должен сказать вам, что это ненормально. Потому что рождение не может затягиваться на 10 лет. Рождение это разовый акт. Он может час, два рождения быть. А если там несколько, она просто умрет. Давид говорит, я родил его. А Нисима Филиппу пишет. В вузах моих. Я родил его. И так много у вас наставников, но мало отцов, которые родили вас. Если Слово Божие тебя не тронуло, ты не можешь показать день, когда ты другой стал. И уже людские разговоры тебе сразу открыты. Там ложь. Там не пройдет это. Тебе Бог это открывает. Вот приходят, спрашивают. Как вы это услышали? Вот сейчас дали правители такого. Министра по обороне. Напоминаю просто. Белоусов Андрей Ремович. Вот только я его увидел. Первый раз. Я сразу же на колени. Какая громадная опасность ему. Я еще не знал, что он будет делать. Он расковырял все буквально. Одного генерала за другим. Арестовывает. Сажает сейчас. Буквально Дума вся разделилась пополам. Один за него, другой против. Но президент пальцем показал. Все замолкнуло. Сколько получаете? И показал, сколько получают. Миллиардами ворочают. И что он министром был. Все это ничего не значит. Он никого не боится. И притом не военный. И сейчас показывает, сколько погибло невинных людей за то, что неправильно вели себя. Деньги отпущены на что-то. Умели так переделать документы, как сегодня делают. Это называется сумасшедство. Вот ты живешь в доме, а тебя решил кто-то выселить. Составили документы. Кому-то дал деньги. Это статья 159. Пункт 4. Строгая. Они не понимают люди, что делают. Ну захватил ты этот дом. Дашь это. Суд-то и может быть. Если подать то. Значит, что? 10 лет. И первый штраф. Миллион. Повторяю. Уголовный кодекс. 159. Статья. Пункт 4. Мы сегодня прям балансируем здесь. Все это люди где есть. Ему назначили, дали квартиру. А другие переделали. Все. Врачи повадили сходить. Приходят. Никого нет. Укончик. Бабушка на том свете. Квартирами торгуют. И наконец-то разбазарили. Врачи несут смерть. К ним стремились. А сегодня боятся. Шарахаться. Тем более написано в Библии. Третий час человечества погибнет. И как? Уже у нас попробовали. Маленько. Потрясло этим ковидом. Они будут. Разницы нет. В один день. Придут. И ребенка ухочет. Мы против болезни. А на самом деле тут все болезни. Сегодня прямо говорят об оспе, у которой смертей больше будет в 750 раз. На земле сегодня 8 миллиардов. Примерно 180 миллионов. Третий час человечества, Библия говорит, должна исчезнуть. Как? Вон нету. Ну представьте. Умирает король в Англии. Его спрашивают. На том свете вы кем вы хотели быть? Он говорит. Бацаны. Чтобы не нужно людей уничтожить на земле. Только верняет природу. Вот как. А мы рядом видим и понять ничего не можем. Мы должны получить рождение свыше. Сошествие Духа Святого совершилось. И Бог смотрит на людей, которые ископлены Христом. И теперь мы, примиренные с Отцом, получаем дар Духа Святого. Врагам не посылаются. А, друзьям, мы близкие ему. И первый входит туда разбойник. Так. 1 Петра 1.12. Мы сейчас до 7 дойдем. И научницы определять, когда будет. И что означает все это. 1 Петра 1.12. Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам, благовествовавшими, Духом Святым, посланным с небес. Дух Святой благовествует. Другой человек учится в семинарию, академию, доктор богословия, там уже не знаю, все здания в орденах. Я стою на площади, патриарх Алексей Второй в это время открывает память Кириллу и Мефодии. Я в Москве узнал такое дело, в толпе свою, сколько, минут 17 говорил, слово Христос в Библии не разносит. А люди-то берут пример, и как? Надо ремонтировать состав человека. Не ремонтировать, он мертвый, он ремонту не подлежит. Умер. Он умер. Оставьте мертвецам хоронить мертвецов. Когда, говорит, похоронить родителей, Господь ответил. Гробы окрашены. Вот, может, мы стоим, и гроба окрашены, если мертвые. Больше всего мы должны заботиться о том, что вокруг нас есть родные, близкие, друзья, и они Бога не знают. А как подойти? Выпросил Бога. Иногда бывает одно слово только сказанное, и этого бывает достаточно, чтобы человек обратился. А потом проходит время, он на меня выходит, а почему вы сказали это? Я говорю, я не говорил. То есть, я не говорил, это Господь сказал. Напоминаю, однажды у меня большое собрание, пригласили, привезли сектанты-баптисты. 450 человек, а нас тут 21 сегодня. Они меня не знают. И одно слово, щели женщину. Детей не крестят, ребенок не понимает. Но это взято с откровения. Первое, это было Абрама. И дальше дети, если не будут обрезаны, да истребится душа та из народа. В восьмой день обрежь ребенка. А теперь 2.11 колосянам читает. И мы обрезаны, обрезаним нерукотворенным, будучи крещеным. Вот, оказывается, крещение. А ребенок тот не понимал ничего, и наш такой же ребенок. Почему вы о грехе родила меня, мать моя? Кто родится чистым, а те чистого? И его 14.4. Не один. В беззаконии за счет, и в грехе родила бы. Ребенок написано, иначе дети ваши были мои чистые, а теперь святые. Что означает святые? Крещеные. Я не покажу уже места. 7.14, 1 Коринфянам. Здесь мы считаем, Петр уже говорит об этом. Еще раз прочтите, пожалуйста. Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам, благовествовавшим, Духом Святым, посланным с небес. Дух Святой посылают. И вот в этом собрании, какое слово задело? Проспитер встал и сказал, мы все православные принимаем. Я не ожидал этого, не видел. Это Бог делает и благодать. Это человеку невозможно сделать. А как? Надо все время говорить. Дух придет, в прошлый раз я говорил об этом, и обличить мир о грехе, о правде и о суде. Все грехи мира, об одном какие? Ну, 7 смертных там нет. Написано о грехе, что не верует в меня. Не веря, несет все остальные грехи. Вот человек, если творит грех и не понимает это дело, он не имеет никакой связи с Духом Святым. Дух Святой обличить, ты будешь стоять. Почему в первом послании Яна говорится, рожденный от Бога не грешит. Как не грешит? Да я грешен, супер грешен, архи грешен. Не грешит, написано. И дальше мы считаем 5.18. Определенно говорит, рожденный от Бога не может грешить. Он не может. Если курит, вот покажи, он хватает, выпивает, потянет с отца. Он не может. У него руки как парализованы. Да я зачем к этой пакости прислоняться буду? Возьмите себе чужой голос. То, что лживое, потому что дьявол есть лжец, и отец лжи. Тебя будет он резать. Ты сразу же поймешь, что отрехнись и отойди. Он дал нам Духа Святого. А себя должен каждый проверить. Так это или не так? 1 Фессоникистан 4.8. Это Павел в разных посланиях об одном и дом же, о Духе Святом. 1 Фессоникистан 4.8. Итак, непокорный, непокорен ни человек, но Бог, который и дал нам Духа Святого. А еще покорять все буду, он меньше меня знает. Бог так установил. Да ты знаешь, жена, она генерал у него, а он все еще сержантом. Нет, ты женщина. Что-то ты не понимаешь, не знаешь, но что ты женщина, ты это понимаешь? И учить жене не позволяя не властвовать над мужем, но быть безмолвием. Ох, как они поднялись, женщины-то. Тут мне знакомый один приезжал к крещению, принимал. Считается, как председатель миссионерского отдела Степаненко Максим. Такую ревность. Ну, что-то так у него борода тронута. А я один раз увидел, как я на своем канале сказал, какой мужественный человек, как он восстал. Вот эти женщины, которые приходят, исповедуются. Да все они на вторую букву алфавита называются. Абортизм и то-другое. Как они взвелись, как они на архиерея. Его сразу запретили. Не их приучили, а его запретили, чтобы вот они говорили. Это слово написано в словаре, Диченко. Потому что мы не знаем, вот если я скажу сейчас, оно считается в церкви. Боязно сказать-то, прицепится кто-нибудь. Какое? Ложь. Отступление от Бога. И прямо написано, бледословие по-славянски. Это не ругательство, ничего нету. Значит, сказать своим словом нельзя, а попом можно. Люди не понимают ничего. Библия определенно говорит, называет своими именами. Возьми человеческий кал, лепешки, и на нем теперь готовь. Когда он взмолился, только не это. Ну ладно, так, корове бери. Библия говорит об этом. И помет человеческий будет до седла. То есть, такая будет беда, что все загажено будет. Я долго не мог понять, как. А вот сейчас, если что-то случится, закроется вода, никакие здесь покрышки не задержаны. Вся Москва поплывет 12 миллионов. А есть города, как Каир, Техас, 24 миллиона. Барнолу-то, большой город, а всего 621 тысяча людей. Даже 700 тысяч ни разу не было. И что дальше-то будет? Ну, додумались. 100-150 человек. Образуйтесь за город, выезжайте. Пробка будет 130 километров. Мадрисы все высчитали. Где-то находите участок, разрабатывайте, садитесь, чтобы голоду не помереть. А ты на сегодняшний день уже. И не где-то едешь в трамваях, сегодня электронное, что делать? Я говорю, это официально. Да, это все официально. Еще считаем. Второе, Коринцево, 6-6. У меня не по порядку идет, но... Потому что когда рассчиталось, добавили... В чистоте, в благоразумии, великодушии, благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви. Дух Святой. Приди к нам и селися в нас. Мы не считали. Вот заметьте, Христос воскресли смертью, смерть поправ, смертью, смерть победил. И находящимся в гробах, сущим в гробе, живот даровал. Жизнь даровал, не живот. Ты думаешь, твой живот большой, а тебе Бог, что ли, да? Невоздержание. Вот и определяй теперь, что нам Бог дал? Познание истины. А истина Христос. 14,6 Евангелия Тянга говорит. Я есть путь и истинной жизни. Не один из путей, а единственный путь. И другого нет нигде. То есть везде существует какой-то ключик, чтобы человек с вниманием поднесся к этому. Еще читаем. 2 Петра 1,21. И везде Дух Святой научит, Дух Святой наставит. Понимаем мы это или не понимаем? Если столько лет ты верующий, и ни этого не знал, а как же ты жил тогда так? Да, труженики хорошие, дают милостыню. Ну, это никто не отнимает. Ну, главное-то будет здесь. Бог узнает по Духу Святому. А если кто Духа Святого не имеет, то ты не его. Кримлину 8,9. Духа Святого не имеет. А как проверить? Денег имею, не имею. Ну, добрые дела тут можно как-то, кто-то подскажет. А Духа Святого? Меня спрашивает один и говорит. Я должен сам это узнавать или кто-то мне это расскажет? Что я Духа Святого не имею. А ты сам определись, какие были минуты у тебя раньше, когда особенно тебя Господь трогал, когда ты увидел гибель свою, когда ты понял, что на Голгофе распростертые руки для тебя, чтобы мы познали вместе со всеми святыми, что означает высота и глубина, широта и долгота. Я бы никогда не догадался, что это такое. Зато он говорит, любовь к Христа распростертые руки и дает крест, как лестница, высота любви возводит на небо. Глубина до преисподней дошел и разрушил ад. Ширина раскрытых рук со всего мира тысячелетия гречников ловит. И долгота вводит в вечную, непрекращающуюся жизнь, в долготу. Это все в любви. Кто любви не имеет, а любовь как раз в этом отражается. Итак, 2 Петра 1, 21. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Это Петр пишет, рыбак, ему не знать, Дух Святой, он рыбак. Это значит, его Дух Святой побудел написать. Всегда писали люди движимые, не рука писала только, а движимые. Это было так, как один человек, большой ущерб, ну, гроза этому властью другой, а он решил к Златоусту прийти. Может быть, и знаете эту историю. Ну, а у него там заместители, как сказали по нашему секретарь, и говорит, он еще не приходил, он посидел, почему не пришел? Ай, мой, он же сидит на месте. А когда он прошел? Не знаю. На следующий день так, на третий раз, тогда Асимиста сел около дверей, и я уж никак не пропущусь. Человек приходит, вот-вот в суд и будет, судебное дело идет, отнимает у него и хозяйство, и все. Заглянул, а Златоуст пишет, и рядом тот состоит, и ему наклонился. Зашел. Владыка, а когда вы зашли? Ну, как всегда. А кто с вами стоял? А потом видел, так вот это, там икона Павла стоит. А он как раз толкование писал на Павла. И он перестал за то, что-то другое, все переключил на это. То есть незримо предстоит апостол и ему диктует. Почему, когда Прокол стал молиться, когда Златоуст умер, а где он находится? Ну, и смотрит на святых места. Первое, второе небо, его негде. Он так опечалился, такой проповедник, так пострадал. А ему ответа, его нет здесь. Он прямо у престола Божия на небе небес. Значит, к Златоусту молитва, я могу засвидетельствовать, она человека возводит по ступеням знаний Священного Писания. Второе, Тимофей. Тимофей написал. Не поймешь, 1.14, ну ладно. Храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас. Залог, то есть предварительно залог. Ну, это вот, допустим, мы издаем книги. Вот сейчас требуется нам одну третью. Залог. Чтобы бумагу купить, то другое, сразу требуется 2,5 миллиона. А потом все остальное. И как? Залог Духа Святого. Ты это почувствовал или нет? Вот я делюсь. Апостол Павел неоднократно шел, осиял, а упал. И сидит. И в это время заходит ему епископ Анами, боится идти. Пришел мучить, хватать людей. Он другой уже. И вот у меня такое же состояние было. Они спросили люди, которое было, а хотите помолиться? А у меня буквально все тело содрогается. Я нашел то, что искал все эти годы. Я считаю подряд конспектировать. Есть ли конспектировать? Шестая глава, я считаю, Евангелие от Матфея. Что мужик рожает Иоахов родилком. Вот я понял, что это ошибка тут есть. Мужик мужика не родит. Но это оказалось родословное по женской линии отменяется. У Бога все это есть. И склонились когда на молитву. Что я считаю? Достойно есть всякого истинного блажителя. Богородица, Дева, радуйся. И кланяйся. Они слышали движение метр. Там день 50, если ты как раз метр. Они подумали, Дух Святой сошел. И говорят, а своими-то словами? Как своими? В 23 года мне. Бога ищу. Не пьяница, не разбратник, не матерщинник. А пустота. Я понимаю. Меня никто не мог убедить по-другому. Я знал, я умру, я буду в воду. По-другому не может быть. Все по-другому идет. Разрушение. И тут я впервые понял, нет веры. Я говорю, Господи, дай мне веру в Тебя и в то слово Твое. И как сейчас помню, вот в горах, когда, говорю, идет человек, снимает, и львы запрещено, наклоняется. Я так кочнул, старший. И вот так вот по углам как пошел. Верю, верю, верю. Я встал. Абсолютно другой. Только скорее на корабль. И первому матросу всем капитанам всем рассказал. Жмем неправильно. Бог будет судить. Иисус умер за нас. У меня блестящая характеристика. Шлем судового комитета. Добился три курса за год сдать. По выбору комиссии на одном из трех иностранных языков. И пустота оказалась. Пузырь внутрь. И наутро весь корабль узнали. Лапин сошел с ума. Пищать поставили. Все рады, когда давали отличную характеристику. А тут сразу. Ну, пришлось выходить на свою работу. На землю. Я просто делюсь этой радостью, что Господь меня нашел тогда. Вот просто все рассказывает. Это невозможно. Сколько чудес Бог давал. Как на меня покушение там было. И буквально в секундах доли. И Бог сразу послал туда человека, которым они испугались. А я сижу, занимаюсь по учебникам. А жена капитана Кролова пришла там развешивать белье. Баггерская рубка-то. А они двое пришли меня убить и за вас скинуть. И когда я уезжал, Бог одного из них пробудил. Он подошел со слезами и говорит. Мы хотели убить тогда вас. Убить? А за что? Я непокорный был. А отец проводник, офицер был. У него ремень такой узкий, на порту пеет. А мать верующая. И нажалуется каждый раз, он меня порит. Я сказал, вылез по большому. Все верующие будут мстить. Но в это время Дух Святой там, в Менске, одному латышу, он недавно освободился. И говорит, где этот братик молодой? Да где-то в море. Давайте молиться, у него какая-то большая опасность. Вот что Бог делает? Потом, когда я все совместил, я говорю, да какая у него опасность? Он там вроде в рубке. Нет, он что-то такое. И когда я вернулся, я сложил. Это тот момент, когда они зашли. А он быстро пришел, давайте молиться. Поэтому у кого горе, беда, молитесь, не бойтесь. Я вот каждую ночь выхожу на улицу молиться. Господи, дай добрую погоду брату. Собрать урожай. Через это сколько добра будет сделано. Побуди народ этот искатись на тебе. Так, деяние. 1.8 Закладок много, но и как. Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Редеи Самарии, даже до края земли. Теперь давайте назад обернемся сейчас. В день, когда ты первый раз услышал о Христе, и Он сказал, ты мне будешь свидетель, а свидетель, это, ну свидетель, он видел. Я пережил это, почему? Хочется оговорить. Ты можешь передать это? Как? Ну, ты не слышал, вдруг ты услышал. Вот университет, это только технический университет в Барнауле, там 30, кажется, 2000 студентов. Ну, а я вел там занятия 18 лет. Идет один мужчина, первый раз пришел по наводке Людмилы Степановны, идет и говорит, вот, я сегодня был, и я поверил. Ну, не скрывай, на душе легко, я говорю, а какое слово коснулось? Когда мы сказали, что человек должен быть рожден свыше неба, я поверил, что я неверующий. Вот думаю, угостил он меня. Я думал, что он уверовал во Христа, а он только обернул, что он неверующий. Он считал себя верующим, ходит, причащается, ничего этого нет. Поэтому проверить себя надо это. Хотя бы к этому побуждению других немало. 13.2. Когда они служили Господу и постились, Дух Святый сказал, «Наделите мне варнаву и Саввала на дело, которому я призвал их». Ну, как говорило это? Ну, почему не сказано, как заговорил-то? Через кого-то или голос с неба слышно было? Вот читаем достольную книгу священнослужителя. Ну, 9 томов, потрясшее издание где-то. Третий том, 601 страница, последний абзац. Серафим Саровский три дня и три ночи, не знаю как, на камни молился. Господи, пощади не царя, а священство русское. И Бог заговорил. Ну, как заговорил, деревья его там, как-то, меня почему-то это интересует. И Бог сказал, «Не пощажу и не помилую». Это приговор Божий. Да. Малахия 2.2. Вы благословляете Бога. Господь говорит, «А я проклинаю ваше благословение». Это Библия говорит Бог. Феофан Затворин прямо говорит об этом. Люди говорят, «Я благословляю их». А Бог говорит, «Не благословляю них, а не что там утверждено будет». А мы должны научиться разговаривать с Богом и знать. Вот сколько у меня гонителей есть, я стараюсь всех поминать. Клебетников там разных, мошенников. Прости, Господи, они не знают, что творят. А с одновешностью это получается настолько ничтожным, даже говорить не стоит об этом. А почему они здесь? Потому что очень сильны, они немножко что-то знали по грязным мерзком. А дьявол выходит, он не просто уходит и гуляет где-то. Нет, он берет с собой семь злейших. И человека последнее бывает хуже первого. Он не понимает ни добра, ничего. То есть у него все перевернутое. Почему? Полное поражение дьяволу. Даже есть и секта такая сатанистая. Они говорят, «Христос будет осужден, брошен в огонь, а сатана будет царствовать». То есть все на выбор идет. И дальше. 20 глава, 35 стих. Деяние. «Во всем показало я вам, что так трудясь, надо бы поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса. Ибо Он сам сказал, блажение давать, нежели принимать». Понятно. Тут, кажется, и так понятно. Блажение давать, то есть дороже, ближе. Еще считаем мы, третья глава, евреям, 3,7. «Почему, как говорит Дух Святый, ныне, когда услышите глаз Его, не ожесточите сердец Ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне, где искушали Меня отцы Ваши, испытывали Меня и видели дела Мои сорок лет». Это надо помнить, Исайя 66,2. И теперь я о седмице коротко объясню. Что означает отойдение у Евреев, и что мы можем взять оттуда? «Ибо все это соделала рука Моя, и все сие было, говорит Господь. И вот на кого я презрю? На смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего перед Словом Моим». Перед Словом Божиим, а не так-то водительству, как в сектанце со своей Библией. Мне уже говорили не кто-то. Я говорю, а ты где? Как много-то знаешь? Я в семинаре учился. Скоро священником стану. Особенно, которые связаны с миссионерскими отделами, а они лютые. Ну, простое дело. Прощенное воскресенье. Я пришел, принес 30 томов в третье издание к истинному православию. Подарить. Ну, священникам. Они идут за епископом, за митрополитом. А тут батюшка наш вышел с алтаря. Я говорю, скажи, архиерея. Он сразу вышел. Когда, в какой момент? Я сам знаю. Вот сюда поставьте сумку. Ну, я решил заснять это. Стоял, и он поставил такого крепкого семинариста. Священники подоходят. Он берет и раздает. Но священников оказалось больше. На следующий день мы поехали в митрополию. Я привез еще 40 экземпляров. Это тем, кто не хватило. Даже тем, куда вы поедете. Секретарь записала. И третье. Пятерочникам, отличникам, семинаристам. После этого случайно мужчин привезли в Арнаут. Алтайского святого. Макария Глухолева. Я гляжу издалека. Пошли мы под мостом молиться. Стоят люди. Пригляделся. Митрополит. А тут пивной зал. А то они пришли отметить. Видно, что такие мощи пришли к нам. Я сразу к владыке. Он благословил. И я говорю, вот такое дело владыка. Издалека-то как будет. Хватило? Все нормально. Все хорошо. Я после за это решил в зал зайти. Ну, богатый, конечно. Если зашли, беды никакой не было. А в машина там больше ничего нет. И рядом сразу священники подходят. Это ваша книга. Можно руку хоть пожать. Многие считают, оказывается. А что? Священник. Слушайте, что скажут архиереи. Говорили, ваше положение. И услышали, что я книги передаю. Там из тубы один такой. Еще не священник. Но уже в миссионерском отделе. Как он заиграл? А то что? Книги Лапкина передают? Да не передают просто так. Архиве объявил. Игнатий Тихонович, книги пришли. Тут подходите. А то он так сказал. То есть кинуться на митрополита, а он член церковного высшего совета. Я так ждал сколько. Целый месяц ждал. Думаю, что-то будет. Видимо, никак не подскочило. Лютая ненависть. Он не считал ни книги, не знает ничего. Ненависть погашает разум. И надо об этом молиться. Если кому-то неприязнь какая-то, Господи, прости меня. А чем я лучше здесь, если был на том месте, ничего не слышал, как он? Что бы было со мной-то? При этой ревности, да столько бы на куролесов всего. Так. Теперь о седмице. Второзаконие. Послушайте, как для евреев этот праздник был. Второзаконие. 16 глава. С 1 по 22 стих. Долго. Я буду оставлять, маленько говорить, как это переводится на наши дни. Наблюдая месяц Авив и совершая Пасху Господу Богу Твоему, потому что в месяц Авиве вывел тебя Господь, Бог Твой из Египта ночью. В какие часы вывел? Вот священник, когда Пасха выходит, на Христе еще стоит. Почему? А не знает. Ну, написано в третий день. Ну, день-то 24 часа. Ну, кто-то бы еще, ну, там, 5 часов. Не знает. Как только 5 минут Христос воскрес, дверь батюшка открывает. Почему? Никто не знает. 2000 лет проходит, и никто не берет на себя эту миссию, что откровение было. Не до Библии этого. А здесь, прямо говорит, вместо Савив, первый месяц, по-нашему, говорит, там, январь, а считают, март или сентябрь. Дальше. Заколай Пасху Господу, Богу Твоему, из мелкого и крупного скота на месте, который изберет Господь, чтобы пребывало там имя Его. Вот бараны, овны, козлы, бычки, это все о Христе говорится. Упитый не телец, златоос говорит, что это Христос. Жертва ягнящая всегда напоминала о жерте Гомбургской. Дальше. Не ешь с нею квасного, семь дней ешь с нею опресники, хлебы бедствия. Ибо ты с поспешностью вышел из земли египетской, дабы ты помнил день и шествия своего из земли египетской во все дни жизни твоей. Там спрашивают, вот у нас готовят, когда проспоры, уже много лет об этом говорили. Библия говорит о преснике, это причастие. То есть никакой закваски нет. А у вас закваска? Я искал и наконец у одного нашел. Ответ-то какой даже не подумаешь. Когда поднимается, она зовет звук, там как пыхтень. Это у нас, значит, живой. Это детская игра какая-то. Не положено. Ну, у нас нас принято, я принимаю как есть. Бог будет следить по этому, что написано. Вот когда фильм показывает о покаянии, и как ходят, они отъезжают, они знают, где крошки, собирают. Сжечь надо. Даже в крысиные норки заглядывают, нет ли там что-то. Вот говорится о чем. Пресный, дальше. Не должно находиться у тебя ничто хвостное во всем уделе твоем, в продолжении 7 дней. 7 дней, чтобы нигде не было ничего, нигде. И из мяса, которое ты принес в жертву вечера, в первый день, ничто не должно оставаться до утра. Дальше. Не можешь ты заколать пасху в каком-нибудь из жилища твоих, которые Господь, Бог твой, даст тебе. Но только на том месте, которое изберет Господь, Бог твой, чтобы пребывало там имя Его, заколай пасху вечером при захождении солнца, в то самое время, в которое ты вышел из Египта. Значит, вечера вышли. Вышли, хорошо. Вышли, это к закату нашей жизни. И испеки, и съешь на том месте, которое изберет Господь, Бог твой. А на другой день можешь возвратиться и войти в шатры твои. 6 дней ешь пресные хлебы, а 7 день отдания праздника Господу, Богу твоему, не занимайся работой. 7 седмиц, отсчитай себе. Начинай считать 7 седмиц с того времени, как появится серп нажатый. Серп нажатый. Не указано, считается, что от Пасхи считается. Серп нажатый. Откуда? Это мы привыкли так вот. Взял метр, ну метр, сантиметр. А вам где ярды? А как ярды? Новый король, новый ярд. Он протянет руку с большого пальца, прямо голову до кончика носа. Замерили, вся страна теперь меряет ярды. Потому что смехом нельзя назвать. И здесь определенно четко говорит. Не работать. А человек, может быть, и не знал, не слышал. Пошел и собирать какие-то там сучки сухие, самоварство разогреть. Поймали, арестовали. Я все представляю, как он сидит до утра, думает, как там теперь мои. Он еще ничего не понимает. А утром что? Не знает. В сарае отсидел где-то. А теперь давайте разбор. Он не брал никого, ничего, где-то отошел отдельно, вон там под кусты. И там деток наломал. Сказал, в субботу не работать. Это работа. И тогда Господь произнес. Придайте смерти. Это наша вера. Откуда идет? Придайте смерти. Да не он один. Семья погибает вся. Это никак уже, кажется. Ни в каком суде такого нет. Вот за это тоже отвечать будешь, если так будешь думать. Но мы знаем, как это было. Бог утверждает. И ты должен подчиниться. Не работать в этот день. Да, не работать. Сегодня ничего не делайте. Идите на благовестие. Посещайте больных. Свидетельствуйте. Занятия. Не работайте. Ну а если пожар, конечно. Потушить надо. Дождь пошел, сорвало крышу. Про это разговора нет. А так переможем. Дальше. Тогда совершай праздник. Седмиц Господу Богу твоему. По усердию руки твоей. Сколько ты дашь, смотря по тому, чем благословит тебя Господь Бог твой. Потому что если тебя благословил бобами, льном, что у тебя еще там растет? Знания там по интернету. Благослови другим. Даль. И веселись перед Господом Богом твоим. Ты и сын твой, и дочь твоя, и раб твоя, и раба твоя, и ревит, который уже ищет твоих, и пришелец, и сирота, и вдова, которая среди тебя на месте, который изберет Господь Бог твой, чтобы пребывало там имя Его. Помни, что ты был рабом в Египте, и соблюдая и исполняя постановление сии. Праздник кущий совершай у себя семь дней, когда уберешь сгумна твоего, и сточила твоего. И веселись праздник твой, ты и сын твой, и дочь твоя, и раб твоя, и раба твоя, и ревит, и пришелец. И сирота, и вдова, которая в жилищах твоих, семь дней празднует Господу Бога твоему на месте, который изберет Господь Бог твой. Ибо благословит тебя Господь Бог твой во всех произведениях твоих, и во всяком деле рук твоих, и ты будешь только веселиться. Это не на севере, конечно, там семь дней. Но у нас отец рассказывал, что по ссаме семь дней никто не работал. Тракторов не было. Там лошадка только. Это очень строго смотрели. Я как-то слышу, жужжет пила. Вот уехал человек. Я зашел за счетом. Да-да-да, готов. Ну неделя была, почему ты трава не подготовил? Сразу огневался. Ну мне же надо растопить. Я скорее оттуда вышел. Да, с какой-то хлопнет. Что же спрашивают-то? Когда Бог запрещает. В другом месте нет, в одном месте было. А он не так, значит, совсем другое будет. Ну что такое? Проверяют. Ты должен наблюдать за ребенком. Как он растет. Я один раз видел только, как выдают замуж у мусульман, где-то там, в Таиланде где-то. Должны дать справку, что она девственность сохранила. Ну это можно сделать. А она не показывается гинекологу. И тетушки там, матушки, все собрались. А она такая стыливая, никак. И укуталась там все. Тогда и посмотрели. И вот самое главное после этого. Они обнимают друг друга, плащут. Ну теперь, что мы сохранили ее. Может, в школу ходила и боялась где-то. Я не где-то, а считал про руководителя Чеченской Республики. Он никак не мог подойти к ней исповедоваться. И однажды сказать, что любит. Так же Шукшин говорил. И однажды, когда она пошла со второго этажа на первое, я быстро ее на повороте подскочил и сказал, что хотел. Я все равно на тебе женюсь. Даже сказать нельзя. Мы довольно-таки были издалека. Стоят девушки, мы фотографируем вначале. Одна от них подошла. А вы снимали нас? Сотрите. Почему? Мы в университете учимся. Если вы увидите, что вы нас снимали, нас исключат всех. Да вы ни при чем. Сотрите. Я ничего не могу. Другие бывают там, они там как живут. Но то, что я встречал, это доказательство. Библия говорит об этом. Такая она оказалась не девственница. Утром обнаружил по новым простыням. Придайте смерти. Придите к отцу напротив дома там где-то и помейте камнями. А если дочь священника суровее, наберите дробь, принесите перед домом отца сожгите. Это Библия говорит. Небось заботились. Не об этом как. Это относится и к юношам. Давайте понимать, перед Богом эта душа идет. И далее. Три раза в году весь мужской полк должен явиться при лице Господа Бога твоего на место, которое изберет он. То есть страна пустая. В одно место. Так а там вроде никто ни разу не напал. Ну это, действительно, другие-то народы знали, что сегодня нет ни одного охранника, ни одного милиционера. Все до одного находятся в Иерусалиме. Никого нет. И на сегодняшний день так. Я там не был, но похоже, что стараются как-то соблюдать это. В какой степени шестидневная война показала это. Значит, в праздник опросноков, в праздник седмицы, в праздник пущей. И никто не должен являться при лице Господа с пустыми руками. Но каждый с даром в руке своей, смотря на благословение Господа. Смотря по благословению Господа, Бога твоего, какой он дал тебе. В храм идешь, возьми что-то. Не то, что со свечами. Речь не об этом идет. А священник чем питается. Я думаю, раз смотрю, вот у нас. Одна говорит свечка. Ну и достаточно. Есть такие любители. Он прямо уставит все. Что дает это? И не я кто-то, а выступает священник, игумен здесь есть. Петр Мечеринов. Он говорит, 85 процентов, что считается, это в пустую все. А он на таком высоте, у патриарха. Почему? Никто не понимает ничего. Один стоит и прямо трясет мужик. Я говорю, Евангелие читает. Он поставил. А тот Иван еще долго крещать будет. Я пришел песка взять купить. Матери на могилку надо. То есть у нас, ну, глядите, сколько людей в нас нуждаются. Выберите, скажите. Тут у нас был один человек. Я сказал, ты на благовестие-то. Ну, ходи. Да у нас куда-то потерять-то пойдешь. Вот только он проговорил, и вдруг калитка дома открывается, и две прекрасные дамы заходят. Наяву. Я говорю, Миша, ну, ты видишь, что я сейчас подойду, поговорю, что да, куриный гриб был-то, а они тут проверять приехали. Не раньше, не позже. Я только сказал, открывается калитка, они уже сами пришли. Они сами к тебе придут. Я вот едва-едва успеваю. Сегодня я полвторого ночи начал с компьютером. Вопросы, вопросы. Люди истинно нуждаются. Ответа нигде нет. Сколько, когда, где. А бывает, что спорят? Не бывает. Потому что ответ дается по параметрам. Что говорит Библия? Что говорят Святые Отцы? Говорят, Святые Отцы, это 300 томов книг. Что говорят канунные правила? 719 правил. Что говорят Жития Святых в 1173 биографии? И что говорят 300 поэтов России за 200 лет? Это 20 тысяч павилов. Как человек может пойти против? Но это надо, чтобы Бог дал. И поэтому я очень нуждаюсь. Кое-что уже, как будто я никогда не видал. Простое имя забываешь. Дальше. Во всех жилищах твоих, которые Господь Бог твой даст тебе, поставь себе судьи и надзирателей по коленам твоим, чтобы они судили народ судом праведным. Как судом праведным. А судьи это вечерние волки, не оставляющие кости до утра. Мы молились, а потом вот монах Сергий этот, который Романов был Николаем, арестовали. Ну вот этот, который самый главный смытьям-то был, вы знаете, повторять его. Его фамилия Навал означает безумный. А то Библия говорит, 25-25 стих первой книги царств. И молились о нем. И Господь его убрал. Не просто убрал, а убрал так, что шумом большим сошел к преисподнюю. Никаких протестов, митингов не надо. Жизнь проводите тихую и безмятежную. А мы все время молились. Господи, сделай что-нибудь. Скольких людей он увлек. И вдруг как будто никогда не было. Выбило, ветром раздуло, ничего нет. И в это время мы об одном молились еще. Илья, Белоруссия. И внезапно до суда его освободили. Я каждый день на молитве говорю, это чудо, огромное чудо. Без суда его оправдали, отпустили. Но на молитве с нами его нету. Он куда-то уехал или что. Что ему мешает? Старые друзья, Господи, ты знаешь, как его всего и звать. Не давайте повода ищущим повода. Его Илья звать. И этого, который сидит, там еще один есть. Илья, Яшин фамилия. Тоже мутит. Но как-то полегче. Начал там где-то. Дали год. Что-то там ты сказал. Пять. Но сейчас говорит сколько? Уже девять лет. А этого, которого Бог убрал, восемнадцать лет дали. И куда? На самый семер. И что интересно, Владимир Вольфов выступал, когда говорит. Три момента, которые против воюют в государстве. Это на север, где падают птицы на лету. Второе. Выстрелят всегда из-за границы. И третье могила. И давать им пять там лет, а по двадцать. И они все так и сделали с ним. Ну и все закончилось. Вы знаете, какая история была. И надо Бога за это благодарить. Да как же он умер? Был такой Ильяна Отступник. И вот молится один человек. Здесь считаем про него в житиях святых. И у него икона вот такая. Меркурий. Меркурий это есть божество языческое. Это святое. Стоит он с копьем. Как Александр Невский-то. И он молится. Господи. Он сказал, что будет гонение. Он скольких посадил верующих. А он в это время идет сири там где-то воевать. И в это время прямо в ставку влетает какой-то человек и бьет копьем сверху. Здесь-то у него латы надеты. Он как-то сверху. И он опрокинулся на руки оруженосца. Задастал кровь, бросил в небо и говорит. Ты победил, галильянин. А ему святому было пало мерзкое животное. Пало мерзкое животное. Икона смотрит на это. Одна рамка была. Он еще, наверное, назад протер. Смотрит на месте. И скопьяк капает кровь. Житие святые. И вы верите в этим басням? Я верю, что это не басня. Когда Господь сказал терапиму Саровскому, что не пощажу, не помилую. Почему? Ибо они вымыслами человеческими заменили истину Божию. Солом 113 стих. Я называю третий тон настольного свершеннослужителя книга. 601 страница. Последний абзац. И как все так и случилось. И дальше. Не извращай закона. Не смотри на лица и не бери даров. Ибо дары ослепляют глаза мудрых и превращают дело правых. Правды. Правды ищи, дабы ты был жив и владел землей, которую Господь, Бог твой, дает тебе. Не сади себе рощи из каких-либо дерев, при жертвеннике Господа Бога твоего, который ты сделаешь себе. И не ставь себе столба, что ненавидит Господь Бог твой. Хорошо. Пятидесятница. Три слова. Деяние 2.1. Три раза встречается. Где именно, как святые апостолы к этому относились. Пятидесятница. Пятидесятый день. Это сегодня. И это мы. Это наша жизнь. Я хочу сказать, что при наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушны вместе. Вот как у нас здесь. Сохранилась какая-то запись. И сейчас мы ее для книги готовим. У батюшки за столом сидят священники. Там каждый говорит. Батюшка говорит, такой общины, как у меня нету нигде больше. Ну, там только говорит. У меня вот есть 32 человека. 32 и приходят. Как? Все приходят? Все приходят. Ну, и там еще что-то опять спрашивают. Как у батюшки-то? А едут с Америки. Ну, и спросили. У вас там нет, а как бы на служение идет, как сегодня? А там один сидит, кажется, из епископов. В самолете или где, и говорит. Тут все в порядке. Кажется, и тихий был это. Итак, еще о законе пятидесятницы. 20 глава 16 стих. Деяние. Три слова. Три раза встречается слово только в Новом Завете. И мы видим, что в это время было. То есть, как-то ориентир держать на это. Ибо Павелу рассудилось миновать Ефес, чтобы не замедлить ему власти, потому что он поспешал, если можно, в день пятидесятницы быть в Иерусалиме. В день пятидесятницы. Потому что собирается народ. Вот важный момент. Сошествие Духа Святого. Заговорили на их языках, и все слышали, говорящих на родном наречии. Вот, Господь, я сколько беседую с людьми. У вас какой стих был? Вот ты слышал сколько... Какой стих тебя так тронул, что ты к Богу обратился? А меня Бог поймал на том, что я любил. Ну, кто будет заниматься? В армии в это время у командования, добиваясь разрешения, вставать раньше, спать с наушниками рядом в Окинаве, Японии. Четыре месяца ушло на английский язык. Оказывается, мгновенно Бог дает. Вот на этом Бог поймал меня. Поймал еще на том, что я любил бабушек. Заброшенные. Ничего нет. От своей стипендии какой-то кусочек хоть принести им где-то. И она идет, я сразу на помощь спросил, где верующий. И она показала. То есть эта бабушка, как айсберг какой-то, ждала, когда Титаник поплылет. Вот на все смотришь, у Бога так это все высчитано. Я всю неделю готовил, смотрел старое проповедение. У меня много уже на эту тему. А это отдельно, которое никогда не было сказано. И еще. Первое коринфио 16.8. Три раза. Слово Пятидесятница. Мы сегодня услышим это. И когда дома будете читать, оно вам придет на память. В Ефесте же я пробуду до Пятидесятницы. Видите как? Какой срок сказать? Теперь Седмицы. Исход 34.22. Седмины. Что означает она? Как? Вот я нашел только всего 4 места. Седмины. Исход 34.22. И праздник Седмиц совершай. Праздник начатков жатвы пшеницы. И праздник собирания плодов в конце года. Ну, как говорят. Первое. По угару. Поле какое есть. Вот это. Там. Сколько? Пожни. Принеси. Сноу полный. Это священник возьмет. Христе колоски об колоски. И создадут шум. Вот это мы пришли. Как колоски сюда. Люди говорят. Ну, я не пришел в церковь. Еще из этого. Я никогда бы не додумался. Златонус говорит. Церковь. Это как дерево растет. Ты не пришел, а ты листик. Другой не пришел. Голое дерево. Они не прикрыли наготу отца. Один-то. Хамбл. Что? А ты не только не прикрыл. А ты создал эту наготу матери церкви. Что не пришел в церковь. Имейте в виду для себя. Это не просто такие слова. Так. Еще закончим. Так. Исход. 28-26. 28-26. Еще два слова. Два места. И чтобы вы узнали это. Еще сделай два колодца золотых. Так. Исход? Да. А то что мне написано? Не четыре? Писать. Числа. Числа. Слепой. Прости, Господи. Как за закладочкой должно быть. Да. Числа. 28-26. Кто слушает Анфе Пелагулах, говорят, вот читает, человек настоящий зэк. Знает, что там. Он говорит, ошибки делает, его к стенке поставить давно пора. И в день первых плодов. И в день первых плодов, когда приносите Господу новое приношение хлебное, седмицы ваши, да будет у вас священное собрание. Никакой работы не работайте. Не работайте. У нас собрание сегодня. Сестра объявит. Сколько у нас будет занятия. Еще в Тарозаконе 16-9-10. Еще два места и все. В Тарозаконе 16-9. Это я утром сегодня еще нашел. 16-я глава? Да, да. Тарозаконе 16-я. Вы же ее полностью прочитали? Нет. Ну, но попало, то 9-я, 10-я отдельно выделите. Полностью прочитали. 7 седмиц, отсчитай себе. Начинай считать 7 седмиц с того времени, как появится серп на жатве. Тогда совершай праздник седмиц Господу Богу Твоему по усердию руки Твоей, сколько Ты дашь, смотря по тому, чем благословит Тебя Господь Бог Твой. По славу Божию. Благодарю за внимание, что мы у многокопостов побыли, а у Духи Святого, что мы себе не принадлежим, мы храм Бога Живого, чтобы этот храм издавал благоухание, доброты, блажение давать, нежели брать. И не пропускайте воскресные дни. Воскресный день – это опасно. Написано 2-3 раза безважной причины был человек исключается из церкви. Господу Богу нашему, единого Святой Троице, хвала, слава, честь и поклонение. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.